Есть вопросы? Тишина гробовая. Замученные крепостные журналисты. Давайте, быстрее. Украинская? Украинская. Молодцы. Украину пытаетесь, когда вы призываете разделить. Не кажется ли вам, что если по этническому и регулиозному принципу Россия отличается намного сильнее между регионами и призывает, озвучивая такие вещи, вы делаете плохую услугу своей собственной стране. Я исхожу из ситуации в Российской империи. Если была бы Киевская губерния, Житомирская, Бессарабская, никакого Майдана бы не было, никаких Тимошенко бы не было, никаких Кличко бы не было близко. Вот я о чем говорю. Я говорю, что это у вас беда. Это не у нас. Вы, чувак, нищие, стоите на паперке европейской и просите. Брюссель, дайте денег. Гордые, живите за свой счет. Я ни у кого рубля не взял в жизни. А вы живете за чужой счет сюда. На чужих землях. Донбасс это Россия. Крым Россия. Одесса Россия. Приднестровье Россия. Ваши земли Львов. Вот там живите, и будет маленькое украинское государство, как Словакия, Болгария, будет полная тишина. Утром галушки, в обед галушки, вечером галушки. Под Новый год жбан этой кокриории. Перцовочки. Все. Что вы лезете? 15 миллиардов. Что, нашим детям деньги не нужны? Нашим женщинам не нужны? Нашей стране не нужны? За чужой счет живете государство. Вы не государство. Вы нахлебник, издевенец. Вы мертвое государство Европы. Есть еще вопросы? Есть. Фабрику мою захватили. Город Костополь, моя фабрика. Что надо на Украину работать? А вы же Европу хотите? Верните собственность. Незапон. Не будем голосовать. И за Харьковские соглашения не голосовали. И за одно соглашение с Украиной ЛДПР никогда не даст ни одного голоса. Пожалуйста. По восстановлению. Не будем голосовать. Я сказал по-русски. И не в Украине, а на Украине. Это норма русского языка. На Урале, а не в Урале. На Кавказе. На Каспии. На Черном море. Эти устоявшиеся выражения. И никогда я не скажу в Украине. Это идиотизм. Ломать русский язык не позволим. Вы же понимаете, я не призываю к расколу. Говорю о том, что пока Украина не разделится на православную и католическую, мира у вас не будет. Живите хоть еще тысячу лет, как сейчас живете, у вас будет господство смахно. А в разъезд ничего не идет. У нас многопартийная демократия. Что мы можем? За Лавровым повторять вещи. Мы оппозиция. Мы депутаты. Мы за Харьковские соглашения не артифицировали здесь. Мы не хотим никому помогать. Пусть все живут за свой счет. Вот наша позиция. Мы всех любим, уважаем, но нахлебников терпеть не желаем. До свидания. Первыми флаг на Адрейхстагом водрузили не грузин Мелитон Кантария и русский Михаил Егоров, попавшие во все советские учебники истории, а казах Рахимжан Кашкарбаев и кунгурский татарин Григорий Булатов. Подвиг якобы Екатеринославского солдата Александра Матросова, закрывшего грудью амбразуру немецкого дзота, активно освещался в советских газетах, книгах и фильмах. В русском языке даже сформировался соответствующий фразеологизм. Немногие знают, что настоящая фамилия Матросова – Мухамедзянов, а имя – Шакирьян. Родился Шакирьян Юнусович Мухамедзянов не в Екатеринославе, как утверждала советская пропаганда, а в деревне Кунагбаева, у Чалинского района Башкортостана. Великий полководец Красной армии Василий Иванович Чапаев на самом деле был не русским, а чувашим. В столице Чувашии, городе Чебоксары, находится музей великому чувашскому полководцу. Ермак – это предатель тюркских народов Эрмек, бандит, финансируемый олигархом Строгановым. В советские времена свободно можно было прочитать в специальной литературе правду о Ермаке, татарском разбойнике, душегубе, клятвопреступнике, преобразованном при переписывании истории по заданию Екатерины II в донского казака Ермака Тимофеевича. Радио изобрел не Александр Попов, а немецкий профессор из Карлсрюе Генрих Герц. Питерский электротехник лишь усовершенствовал изобретение Герца. Битва на Куликовском поле в 1380 году Дмитрия Донского была не против орды Тахтамыша, а против узурпатора Мамая. Потому что царем, которого признал якобы русский князь, был именно татарский ордынский царь, а Мамай, которого победило войско Донского, был самозванцем-узурпатором, от которого Донской защищал Тахтамыша. И ничего даже близкого освобождению от татар у него в голове не было, а ведь это святая святых великой русской истории. Ига, то есть зависимость Москве от тюрок, не закончилась в 1480 году, а в стоянии на реке Угре произошла передача вассала Московии от Казанского ханства к Крымскому ханству. Крыму Москва платила дань до 1700 года, и такое понятие, как российское государство, появилось лишь с приходом к власти Петра I, ставленника Европы, полностью зависимого от денег и научных достижений западного мира. Екатерина II – это не русская царица. Ее настоящее имя – София Августа Фредерика Ангальд-Цербская, дочь прусского генерал-фельдмаршала Кристиана Августа Ангальд-Цербского. Екатерина пришла к власти в ходе государственного переворота, незаконного захвата власти с помощью радикальных молодчиков, свергнув с престола Петра III, внука Петра I. Иван Грозный – никакой не русский царь, исповедовавший православное христианство. На шлеме якобы русского царя красуется арабская надпись «Аллах Мухаммед». Эти слова являются сокращенной версией известного выражения «Велик Аллах и Мухаммед – пророк его». Подобная надпись была и на церковном одеянии бывшего патриарха РПЦ Алексея II, пока известный политик и востоковед Евгений Примаков не указал на этот факт. Иван Грозный, как и вся династия Рюриковичей, это сперва подчиненные, вассалы, а после – правоприемники Золотой Орды. Романовы – это ставленники Запада, пиндосы, гееропейцы, как сейчас сказали бы путинофилы. Переворот 1917 года – это тоже дело рук Запада. На немецкие и американские деньги Ленин и компания передали управление Россией из рук одних гееропейцев в руки других. Развал СССР 1991 года – аналогичная история. Или вы все еще верите в независимость России? Может, хватит заниматься постоянным вставанием с колен и смириться, что никогда никакой России как свободного, независимого государства не было, а была лишь колония, и таковой она будет оставаться до тех пор, пока из общности, называемой российским народом, не сформируется, наконец, не только сильная, но и здравомыслящая нация. Мы – несуверенное государство. Мы должны поменять Конституцию, стать суверенными, и тогда не сменится наша сущность, наш быт. Мы поменяем наши законы, они станут суверенными. Никто не будет нам грозить санкциями, никто не будет повышать нам тенсионный возраст, не будут повышаться цены в магазинах, увольняться люди. Понимаете, ведь нами правит не правительство, а колониальная администрация фактически. Мы – американская колония. И сейчас, собственно говоря, нам угрожает и Англия, нам противостоит НАТО, нам противостоит Америка. Одним словом, то, что мы сейчас видим, это патриотический подъем, объединение наше против Запада, можно сказать. Это вот Георгиевская лента – это символ победы наших отцов. Понимаете, не в одной войне, а во многих войнах. Поэтому Крым – это патриотический порыв, это объединение всего русского мира, не только России, но и Украины, я считаю, Белоруссии, всех. Потому что Советский Союз – это Российская империя, исторически наши границы таковы. И я уверена, что мы вернем наши территории исконные, как вернули Крым. Случилось страшное. Случилось страшное. Возник огромный объем знаний. Огромный объем знаний за последние, наверное, в основном 20-30 лет. Вот когда закончилась эта карамзинская эпоха спецдопусков ко всяким деликатным темам, когда к архивам, дневникам, документам получили доступ практически все желающие, то стало известно о русской истории такое, что, в общем, со своим героическим имиджем, вероятно, ей придется проститься. И русским, в общем, наверное, придется искать какие-то другие основания для национальной гордости, но никак не историю. Потому что вот этот джин научного знания, он вырвался на свободу. С ним его невозможно арестовать с помощью ФСБ, да? Против него бессильны установки ГРАД. Его не может избить дубинками ОМОН. Он присутствует везде. И практически все фигуры, все фигуры русской истории в сочетании с теми архивными знаниями, которые о них вдруг всплыли и появились, в общем, выясняются непригодными для того, чтобы ими гордиться. Я уж говорил сто раз и в этой студии, кстати, говорил, ладно, там этот Александр Невский, который на проверку оказывается обычным татаро-монгольским приказчиком, ответственным за сборы переправ, куда они в Орду, куда он ездил для того, чтобы лично для себя получить ярлык на княжение, которое давали только в Орде, да? И первый же русский вольный город Новгород, который осмеливается восстать против татарского владычества, Александр собственноручно истребляет изжигая. Но мы же и по всем остальным фигурам это видим. Мы же видим, что, в общем, в русской истории практически не остается ни одного вот однозначного, ни одного безусловного персонажа, на которого не стыдно было бы кивнуть. И с этим что-то надо делать, потому что, может быть, на какое-то время наложить мораторий на преподавание истории в школах, в частности. Потому что, ну что, ну вот этот сусальный конфетный вариант истории, который могут предложить в средней школе, будет разоблачен информационной средой, и у школьника возникнет абсолютное ощущение, что все, что предлагается в школе, это ложь. И вы можете там ткнуть пальцем там в суворов. Ну, конечно, замечательно, только не очень понятно, что он делал в Альпах, кому и зачем нужен был этот поход, зачем бросал он в снегах своих раненых чудо-богатырей. Он, действительно, не подбирал раненых. И тут же мы выясняем, что Александр Иосифович Суворов очень успешно, много и продуктивно занимался работорговлей. И я помню его письмо, где он просит прикупить девок, чуть моложе 14 лет, потому что в его краях девки дороги. А где-то они, где-то и он просит не смотреть на лица, главное выбирать здоровых. 14-летние девки, которых он собирался тут же выдавать замуж за своих дворовых и плодить детей нет. Ну, кстати говоря, Пушкин то же самое. У него даже есть статишка, где он предлагает изменить брачный возраст для крестьян и с грустью пишет, что, в общем, не хватает работников в семьях, а у нас в нашей местности девки на выданье только с 14 лет. Хотя, в общем, наверное, можно было бы и раньше. Вот мы узнаем про массу людей, которые считались безупречными, мы узнаем много подробностей. Ну, это в то время было, в общем-то, не бог весть. Не бог весть, конечно. Но это формировало людей. Конечно. И это является... Политическую культуру формировало. Это является очень важной частью их поведения. И это касается не только педофилии, не только того, что эти люди с легкостью... Люди, которые писали, как считается, замечательные стихи. Люди, которые вроде бы одерживали какие-то победы, которые в основном одерживались за счет дикой дешевизны солдатского мяса. Просто нигде дешевле солдатского мяса, чем в России, не было. И эти люди легко, легко торговали 14-летними девочками. Не задумываясь над тем, хорошо это или плохо. Мы можем их считать ориентирами, мы можем их считать примерами для подражания. Вряд ли. Ну, были и другие. Да, был Кутузов, который, как правило, ориентировался на 13-летних девочках. И который возил с собой во время всей кампании 1812 года девочку, переодетую в казачью униформу. Он, правда, ухитрялся спать по 18 часов, будучи верховным главнокомандующим. Нет, он был тогда просто главнокомандующим силами. И как написал Клаузевец, действительно великий военный историк, Кутузов ухитрился не сделать ничего. Но, правда, он, не сделав ничего, все равно проиграл три важнейшие сражения Великой Отечественной войны. Последнее дело все. Если идти строго по логике, и если не воевать с логикой, то мы даже по поводу любимого народа праздника Дня Победы должны честно признать, что, в общем, Россия к Дню Победы не имеет ни малейшего отношения. Немножко поясните. Подождите. Победу в Великой Отечественной войне одержало другое государство под названием Советский Союз. С другой идеологией, с другим государственным строем, с другой государственной символикой, атеистическое государство, к разгрому которого Россия имела самое непосредственное отношение и участвовала в нем руками своих лидеров, но едва ли играя не самую главную роль. Более того, Советский Союз не назначал никаких правоприемников, не назначал никаких наследников. И все, что произошло, это была исключительно заслуга другого государства, другой страны, опыт которой, вот той самой моей родины, которая закончилась в 1991 году. И Россия современная к этому не имеет ни малейшего отношения. Помимо того, что вообще все профанация, начиная с этих полосатых ленточек, я не знаю, как они, которые цвета колорадского жука. Да, ведь надо сказать, что никаких ленточек в войну 1941-1945 года на нашей стране не было. Это гвардейская лента, которая была непопулярной и малоизвестна. А вот на той стране, в армии Власова, георгиевскими крестами и георгиевскими лентами награждали с чрезвычайной щедростью. Это лента той страны. И цвет победы, знамя победы, это ни в коем случае не этот колорадский, не колорадская лента. Это красное знамя, да? Можно относиться к красному знамю без всякого пиетета. Знаешь, у меня нет никаких политических пристрастий, я не красный, я не коммунист. Но будем справедливы. А бело-синя-красный это знамя Власовская. Это знамя, под которым шли преступники, коллаборационисты, люди, которые расстреливали, жгли советские деревни, расстреливали людей, жгли русские танки. Это были противостоящие Советскому Союзу сил. Ну, понимаешь, вот мы здесь просто, я продемонстрировал простой пример чистой логики, как это выглядит, да? И даже ты, да, многоопытный Алексей Германович, вышелушников, сперва выпучил глаза. А как это не имеет? А вот так это не имеет. Ну, это действительно справедливо. При этом мы понимаем, что территориально большая часть того государства, которое тогда воевало, это все равно часть бывшая Советского Союза. И по сути, ну... У гуннов столько же оснований праздновать победы в Пунической войне на том основании, что они занимают большую часть, занимали в какой-то момент большую часть Римской империи. Ну да, можно здесь еще по поводу этого сказать, что и у современных египтян есть все основания считаться знаменитой египетской цивилизацией, да, того исторического времени. Просто разрыв по времени здесь небольшой, поколения еще живы те, которые были так... Безусловно, никто не отменяет участие вот тех самых людей. Я говорю о праве на государственный праздник и на присвоение одним государством победы, которая одержала совершенно другое по всем своим параметрам государства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова